Всем огромный привет! Рада вас приветствовать на своем канале! Буду готовить пирожки с картошкой и грибами. Тесто в этом рецепте бездрожжевое, а еще рекомендую заменить часть пшеничной муки на цельнозерновую. Ну, опять же, это по вашему желанию. Сегодня я готовлю для вас пшеничной мукой полностью. А для теста нам необходимо, конечно же, мука, здесь у меня 400 грамм, 2 столовые ложки сахара, пол чайной ложечки соды, чайная ложечка соли, 40 грамм сливочного масла, разрыхлитель, 200 грамм сметаны и 100 миллилитров молока, также 2 яйца. Вот такие продукты нам понадобятся для теста, но у нас еще будет начинка. А для начинки нам понадобятся вот такие продукты. Я отварила картошку заранее, она еще горячая, грибы, шампиньоны, понадобится зелень, петрушка, укроп, зеленый лук и пару листиков у меня базилика, 1 луковица, кусочек сыра. Из специй я взяла сухой чеснок, черный перец, паприку копченую и куркуму. Также нам понадобится масло для жарки растительное и два вида кунжута, черный и белый, для украшения. Начнем готовить тесто. В миску большую я отправляю 200 грамм сметаны. Сюда же я выливаю 100 миллилитров молока. Сюда отправляю чайную ложку соли, 2 столовые ложки сахара. Перемешиваю. Теперь отделю в одном яйце желток от белка. Он нам понадобится желток для того, чтобы смазывать наши пирожки. А белок отправлю сюда. И целое яйцо тоже отправлю сюда. Перемешиваю. Отправляю сюда пол чайной ложки соды. Разрыхлителя. Может чуть больше даже. Вот так. И все буду тщательно перемешивать. Теперь я буду тесто замешивать руками и ориентироваться по его плотности. Оно должно получиться очень мягким. Поэтому если муки недостаточно, то подсыпайте ее, добавляйте. Если достаточно, то тогда может быть чуть-чуть разбавьте молоком. В общем, у нас должно получиться достаточно мягкое тесто. Я немножечко добавлю. И буду вымешивать его руками. Я насыпала муки на поверхность. И еще добавлю в наше тесто растопленное сливочное масло. Вот сюда в ямочку. Опять все перемешаю хорошо. И уже выложу на поверхность. И буду его замешивать на поверхности. Вот замешиваю. Тесто достаточно мягкое, податливое, хорошее. Ориентируйтесь, пожалуйста, по муке и по плотности теста. Потому что и сметана с жирностью разной может быть. Она, если 15%, то гораздо плотность ее меньше, и она жидковатая. А если процент жирности побольше, то тогда и муки поменьше надо. В общем, самое главное, что в руках вы должны чувствовать мягкое, приятное и не липнущее к рукам самое главное тесто. Тесто получилось очень замечательным, мягким и в то же время не липнет к рукам. Теперь немножечко добавлю растительного масла в миску и отправлю его отдыхать. А сама буду заниматься начинкой. Начинка готовится очень быстро. Я уже поставила раскаляться сковородку и быстренько нарежу шампиньоны. Мне нужно их обжарить. Шампиньоны отправляю на сухую сковородку. Мне надо, чтобы с них вышла немножко влага. Тем временем нарезаю лук на полу-польца. Шампиньоны уже пустили влагу. Сейчас они немножечко обжарятся. Я добавлю к ним тогда лук и добавлю растительное масло. И обжарю шампиньоны вместе с луком. А пока займусь зеленью. Нарезаем зелень. Мелко. Зелень готова. Нарезано лук тоже. Шампиньоны обжариваются. Еще немножечко я их потомлю. А сама пока буду толочь картошку. Вот так. Разану картошечку. Превращу ее в пюре. Отправляю лук к шампиньонам. И добавляю растительное масло. Чтобы лук с шампиньонами обжарились. Немножечко слегка. И я их присолю. Слегка. Потому что начинку мы будем солить отдельно. Тем временем натру сыр на крупной терке. Зелень отправляю к картошке. И все хорошо перемешаю. Следующий у нас сыр на очереди. Теперь сюда сыр. И опять все перемешиваю. Готово. И добавляем наши обжаренные шампиньоны с луком. Перемешиваем. А теперь добавляем специи. Это уже дело вкуса. Перец. Сухой чеснок. Копченая паприка. Куркума. И солим по вкусу. Но не забываем, что лук и шампиньоны мы подсаливали. И картошка, когда варилась, тоже слегка подсаливалась. Поэтому не переборщите. Начинка готова. Тесто отдохнуло. Займемся формированием пирожков. Тесто выложила на поверхность. Вот так вот слегка растянула колбаской. И сейчас буду делить его на части. Вы, если сомневаетесь, то делите через весы. Взвешивайте я просто на глаз. Теперь буду тесто вот так. Колобок. И рукой слегка подкатывать и откладывать. Подминаем его. Собираем колобочек. Подкатываем под ручкой. И откладываем. Опять. Это нам, чтобы легче потом было его раскатывать. И так со всеми. Противень я выстелила тефлоновым ковриком. Но у меня будет два противня. Поэтому второй застелю пергаментной бумагой. Шарики наши готовы. И теперь я буду брать шарик и раскатывать его. Естественно, подпыляем мукой поверхность. Сначала пальчиками немножечко его разравниваю. А потом скалочкой катаю. Ну, тонко, конечно же. Ну, вот так. Тоненько. Все мы любим много начинки и мало теста. И выкладываю начинку на тесто. Вот так. Теперь вот так. Заворачиваю. Тут хорошо скрепляю. Здесь тоже скрепляю. Вы можете делать в виде пирожков овальных. Я вот так решила сегодня сделать. Ничего страшного, если тут оно не скрепляется. Оно все равно мы перевернем. И дном этим положим вниз. Ну, вот так. У меня будут сегодня квадратные пирожочки. И так со всеми буду поступать. Уже на данном этапе вы можете включать духовой шкаф. Вверх-вниз 180 градусов. И продолжать заниматься пирожками. Один противень готов у меня. Теперь я желток с молоком смешала. С одной столовой ложки. Смажу наши пирожки. Дуковка уже раскалилась. Я буду выпекать на двух. И сначала один противень. А потом второй. Я не люблю, когда сразу выпекаются два противня. Потому что их нужно переставлять. Одни запекаются, другие нет. Вы смотрите, как вам удобно. Я вот так делаю. И теперь посыплю кружкой. Чтобы было красиво белым и черным. Ну все, отправляю их в духовку до полной готовности. Такая магия там происходит у нас в духовке. Как они растут. Пирожочки достала из духовки. Смотрите, какие они пышненькие. И не опадают. Несмотря на то, что даже вот их достало. Они горячие стоят. Я надеюсь, что они такие останутся пышненькие. Ну и вторая партия. У нас уже в духовке. Ну вот, друзья. Пирожки уже остыли. Они не опали совершенно. Какие они получились вкусные. Сказать, что они вкусные, это ничего не сказать. Я съела уже два. Я сейчас вам покажу, какие они в разрезе. Смотрите. Тесто тонкое. Пушистое. Вот здесь, где мы подворачивали снизу. И очень много начинки. Очень вкусно. Начинка может быть любая. И вот мне сейчас пришла даже в голову идея, что и сладкое вполне сюда подойдет начинка. Поэтому я буду... Следующее мое видео будет это начинка из груш с карамелью. Так что, пожалуйста, заходите на мой канал. Делитесь видео, если вам нравится. Ставьте, пожалуйста, лайки. Пишите мне комментарии. Мне будет очень приятно. Пишите мне, пожалуйста, как вы готовите. До скорых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok